всем привет первый рабочий день после выходных как-то начался сразу не задался можно сказать я все так же мучаюсь я даже не наш что это танзелит это что связки и гланды что это такое вот столько ли столько лет мучаюсь так и не прочитала до сих пор голос у меня восстановился вроде как но я все время забываю да поскольку это так редко происходит наверное раз в пять лет когда у меня вострение танзелита этого а может это вообще какая-то другая ерунда уже которая похожа но не то к врачам ходить я уже тоже хотела они вообще там прописывают эти антибиотики как в испании любят первым делом ничего не помогает они прописывают новые антибиотики потом да все само проходит но вы можете конечно на самом деле помогли антибиотики но нет я проверяла сравнивала да когда принимаешь антибиотики не принимаешь вообще одна фигня и время на лечение одинаковое я думаю они просто не знают не понимают не хотят очень часто если говорить именно о врачах этих государственных с этим я еще платным не ходила когда-нибудь схожу и я как так редко происходит да только когда я повышаю голос а у меня уже вошло в привычку его не повышать то я забываю что это не просто севший голос и через два дня он там восстановится полностью нет после этого ждет неделя хрипение вот этого всего такого как это как это не на по-русски как это чешется нет в общем мешает в горле начинаешь кашлять и уже непонятно то ли это у тебя уже кашель там то ли это вирус ты какой-то подхватила это совпадение то лишь что это то ли бронхит и вот я уже сколько времени кашляю да то есть я забываю что нужно сразу принимать меры мне уже посоветовали в комментариях какой-то препарат но я так и не сходила сегодня проснулась очень очень поздно потому что вчерашние креветочки очень плохо прижились можно сказать вообще не прижились они себе искали место искали и так и не нашли мне было плохо часов до пяти утра я ворочалась вставала садилась ложилась мне было тошно чем дело именно не в креветках креветки нормальные мужик тоже ел все хорошо правда не всегда это показатель он может у меня и бывший муж тоже находил какую-нибудь фигню которая там завалялась холодильнике который давно надо было выбросить съедал ее и ему ничего не было а мне бы сразу смерть мне так же этот муж мы бывает едим из одного лотка скажем так вот эти вот лотки да с мясом да которые вот это вот упаковка такая как не лоточек пластиковый и вот значит он один кусочек съест я 2 ему нормально а меня просто нужно ввести уже в неотложку там с этим как это с трясением рук с кое с ведром в руках но я знаю что данном случае вопрос то был вообще проблем была не в креветках а просто они у меня ну как это мне не зашли до бывает такой вот ешь и уже чувствуется что вот новость консистенция что-то вот такое вот но не ну как бы просто мне не сейчас не подходит вот это как раз тот случай поэтому я до пяти утра мучилась на принимала кучу таблеток и от тошноты от гастрита это всего и видим только пяти утра они сработали заснула но соответственно проснулась я сегодня практически в час на сразу нужно вылетать на работу поэтому никакой аптеке речи не шло надеюсь завтра схожу сегодня конечно вы знаете я закончу в 11 ночи сейчас такая жара я пока ехала у меня вот уже все все мыли вот ну лицо даже под очками все потеет сама я конечно под вот этим вот до рабочей одеждой тоже с меня уже надо мыть а я еще не начала работать причем у нас вроде не такой сильный градус мы уже меня действительно уже не удивляет например там 35 градусов вот представляете да как у нас летом бывает в прошлом году в августе мы дошли до 46 дам и при этом мы работали да вот такая вот ерунда что телефон перегреется кстати хотя нет не горячий не горячий вот и что хотел еще к этому сказать да 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 и сейчас вот мне показывает 28 все у нас пол отеля во всяком случае приходят те кто в бар жалуются какая жара какая жара я говорю где то есть я там извиняюсь за интимные подробности потею как свинюшка но при этом я еще так не страдаю то есть чувствуется что еще не такая жара то есть далеко не 35 все туристы страдают вопрос тогда а что вообще ожидали от тенерифы от африки фактически летом меня вообще удивляют люди которые вот так же как те которые идут на пляж ждут лета чтобы пойти на пляж хотя погода подходящая в принципе зимой у нас они именно все начался сезон купальный наконец-то мы пойдем на пляж вообще уже свалился умер какой пляж вот так же и те кто приезжают сюда летом ведь летом большинства даже англичан все-таки есть какое-никакое лето наслаждайся им а зимой приезжай и продли себе лето или устрой себе второе лето там третье четвертое в году летом просто сюда приезжать как бы смысла вообще ну не знаю не знаю не вижу если конечно нет другой возможности нет отпуска зимой тогда понятно вот и тут к этому да я хотела сказать что как раз мне попалась я вообще редко смотрю какие-то новости там сплошной трешняк которому нельзя верить неважно какой стране ты находишься все время рассказывают то что им интересно да те кто делает новости а тут я просто но включила телевизор и попала на прогноз погоды и там рассказывали не просто про погоду на сегодняшний день а про погоду про изменение климата да и сказали что касается цепила самую интересную часть казали что испания в ближайшие ничего себе псих жесть проехал какой-то там на крутой машине почему вот так вот виляет но вы слышали еще как он там газует то чего же уродов то полно да у нас тоже полно и уже сказали что в ближайшие 25 лет очень такая приличная часть испании не больше часть на приличная часть испании по прогнозам станет необитаемой да то есть непригодной для обитания то есть часть большая андалуси именно той вот та часть которую я вот все мечтаю когда-нибудь переехать видим когда я соберусь уже это она станет необитаемой к центру там часть валенсия вот это все то есть что температуры станут такие которых жить большую часть года станет невозможно вот такая вот печаль да а еще мне не давало спать какое-то трясение не знаю что это было вроде землетрясения активных про не было новостей про он землетрясения но вот что трясло может машины какие-то проезжали соседи может ночью что-то делали непонятная ситуация но это всколыхнуло во мне волну испанских страхов про которые не знаю смогу честно сказать потому что мне нужно бежать на работу возможно я про них вам расскажу уже вечером после в темноте как всегда не знаю вообще как вы на это смотрите но другой возможности у меня нету в таком режиме все ребятки я закончила переодеваюсь переобуваюсь мне прям можно выжимать при такой жаре но клиентам еще хуже они вообще таком не привыкли в своих англиях этих ирландиях сейчас еду домой уже по дороге вам буду записывать про мои испанские страхи далеко не всем дам но там уже вам расскажу поехали так да я им кстати вот сюда говорю что вы дождитесь августа и увидите эти может вы 46 увидите как в прошлом году и да мои испанские страхи знаете когда в россии жила я всегда конечно говорю из своего личного опыта то что видела я и все-таки наверно как-то можно на это опираться хотя бы говоря про конкретную местность которой жила я почему потому что если человек что-то не видел вообще там за всю жизнь что он жил на какой-то территории ну наверно это либо крайне редко случается ли вообще не случается потому что вот как то есть человек всю жизнь избегал получается этого но какого-то события просто вот игнорировал все остальное он видел там или там много чего а это он как бы вот у него блог да на это стоял то есть конечно же нет все равно какие-то ну скорее это говорит о том что все-таки это случалось редко да или вообще не было если он этого никогда не видел вот и я я практически никогда в россии не слышала про падение домов да и из-за каких-либо там нарушений в этом ну строительстве да или еще хуже в ремонте строительстве вроде было да что-то такое было слышно но вот именно про что касается ремонта то нет как я выезжаю на дорогу этого и вы меня не копируйте ребята вот ни о чем я то есть там были свои в питере были свои страхи до которых здесь которым здесь я не сталкиваюсь ну или они были они как-то там преобразовались нам зависимости от условий и то есть я слышал например что взрыв бытового газа да такая вещь ходовая очень что еще провалиться куда-то зимой когда например там как это прорвало трубу отопления да и вот парит потому что везде висят объявления даже в транспорте если вы видите что асфальт парит то как не ходите туда скорее всего прорвало все таки трубу отопления на то есть вы можете провалиться и обвариться здесь такого нет во первых здесь все трубы как правило расположены не глубоко потому что ну если это позволяет конфигурация да то есть если не требуется какого-то естественного там заглубления канализации для того чтобы она самотеком шла да то в принципе все это лежит практически под поверхностью так же как и кабели а уж отопления здесь и в помине нет ну вот ну здесь можно провалиться например потому что какой то было было подвижка земли предположим да и ну не знаю породы сыпучие опять же да что то утрамбовалась образовалась какая-то дыра то есть это вот но такая ситуация как бы не очень частая да но тоже вполне возможно то я вместо того чтобы помыть нажала на дальний свет бывает такое вот то есть везде свои какие-то тараканы так вот здесь довольно такая не очень редкая штука это падение какого-нибудь здания в связи с неправильным ремонтом или с неправильной неправильной конструкции да или еще самый такой ну самое что меня пугает это все-таки неправильный ремонт и как он называется эрозия да скажем так тех зданий которые находятся все-таки рядом с морем да на первой линии например то есть ты никогда не знаешь когда твое здание ну достаточно износится чтобы рухнуть да но это какая то вообще катастрофа и так же если предположим не вы конкретно в своем своей квартире задумали ремонт да вы знаете какие стены предположим несущие да вы контролируете работу этих ну ремонтников и вы в принципе более-менее можете ну понимаете да что если они не трогают несущие стены и колонны то ничего страшного не должно случиться либо не какой-то не привозят какие-то материалы с каким-то сумасшедшим весом которые ну превосходят несущую способность конструкции да то есть перекрытие перекрытие вот но если дело касается какого-то ремонта здания необходимого да и часто то что вы не можете видеть в подвале например да вы не можете вообще ничего контролировать вы не знаете насколько качественно это вообще фирма да насколько там ответственные работники и я говорю это ну как это сказать с личного опыта во первых да то чем я в России не сталкивалась видимо мне врез везло не знаю наверное мне везло просто в этом плане и таких вот прям явных косяков ну прям вот ну катастрофических такие которые я вам буду говорить я в россии не замечала например вот в принципе я неплохо справляюсь с ремонтом квартиры благо первый муж подпособствовал моему обучению в этом плане да то есть я помогала ему с ремонтом квартиры и какую-то часть работ там по влицовке кафелям по как это там выравниванию с натяжных потолков там стен да во всей квартире занималась я и очень много чем другим что в результате в жизни мне потом очень много помогло помогло мне подремонтировать и продать дороже мою квартиру чем если бы она ну без ремонта шла да вот и здесь также я периодически занимаюсь самостоятельно какими-то вещами просто потому что я считаю что когда делаешь для себя все это качественнее ну в общем вы меня понимаете и вот здесь когда мне пришлось ну я совершенно не хотела заниматься укладкой плитки да тем более что снимать например существующую плитку да мне совершенно не хочется это тяжелая физическая работа такая как это грубая да где нужна грубая сила и вообще я совершенно не хочу этого делать да вот поэтому а и мой муж не готов это выполнять потому что в этом не разбирается ну и вообще не хочет да и готов ну заплатить другим людям чтобы они просто за него это сделали вот мы и наняли бригаду и эта бригада собственно и нам клала собственно делала ремонт ванной комнаты который состоял в просто заменник ванной на тот самый как он называется там на поддон за мной едет машина которая едет фактически по этой как это за пределами полосы психи какие-то боюсь таких людей которые вот сзади едут лучше лучше впереди пусть уедут куда-нибудь подальше вот и в частности они нам клали плитку а клали они ее внимание возможно вы меня переубедите и скажете что это вообще абсолютно нормально но я сильно в этом сомневаюсь так и так и на стену поверх существующей плитки да вот такая фигня я когда это услышала причем услышала я это уже в процессе да то есть у нас уже ну лежала практически вся плитка я там не контролировала процесс а когда я решила посмотреть оказалось что она прямо вот уложена поверх да а если потребуется еще раз положить плитку и снова положить поверх то есть каждый раз будет уменьшаться ну размер помещения площадь помещения плюс еще вообще-то сцепление да значительно меньше с поверхностью плитки особенно если она гладкая но здесь в Испании похоже это никого не удивляет и это все считается нормой да у меня муж вообще не удивился есть я спрощена еще других ребят и тоже они этому совершенно не удивились вот и по многим другим примерам я вижу что в Испании допустимо гораздо больше чем допустимо в России да по ремонту по какому-то капитальному ремонту например и вот что со мной произошло ну со мной да в моей жизни появился какой новый страх несколько лет назад я я тогда находилась дома и услышала какой-то дикий грохот выглянула с балкона и увидела собственно что там какая-то несусветная пыль вообще поднялась да вокруг здания нашего мы все выбежали конечно же на улицу потому что в Испании любое событие даже кошка на дереве это событие в котором обязательно нужно поучаствовать и оказалось что в нескольких улицах от нас просто рухнул трехэтажный дом вот как впоследствии выяснилось то есть ремонтная бригада которая занималась капитальным ремонтом здания она затронула несущие колонны в подвале и в какой-то момент нагрузка ну то есть колонны которые не сулили эту нагрузку просто ее не выдержали да и здание сложилось были жертвы тяжелые и смертельные случаи тоже были и такое происходит ну как бы не то что прям каждый день но периодически и вот недавно опять же тоже всколыхнулось мне вот это воспоминание когда на соседнем острове у нас на Лапальме тоже сложилось так здание в котором не так давно был ремонт причем сказали в результате что это эрозия да которая находилась на первой линии моря ну там рядом и в результате то есть в результате эрозии произошло вот этого вот то есть уменьшение там сечения колонн не знаю что ну то есть видимо никакие осмотры плановые здания не производились раз никто этого не заметил но также не так давно был ремонт то есть вполне возможно что это произошло еще и по вине вот этих вот работников вот вот такая вот ерунда да и когда у меня например дом как-то там трясется значит у меня первая мысль что кто-то из соседей кто делал недавно ремонт а все время кто-то чем-то занимается там да либо на соседней улице они вызвали своим ремонтом какие-то неправильные вибрации ну как чрезмерные вибрации да в нашем доме либо сосед который прямо вот за нашим домом строит себе невоскреб уже который этаж там надстраивает и мы чувствуем все его там манипуляции либо перфоратор да то есть вот такая вот ерунда она либо что это землетрясение это еще один такой явно мой испанский страх который выделяю как испанский это жизнь на вулкане и боязнь но не постоянная но периодическая когда происходит какое-то трясение боязнь того что вулкан проснулся и ну как бы он может активироваться в какой-то момент да и в принципе ему не дают особо количество не дает особо количество времени до следующей активации говорят что вполне ближайшие годы это может случиться да говорят где но также говорили про ла пальма про соседний остров несколько лет назад и когда я уехала как раз в россию на следующий день началось извержение ученые говорили что извержение будет длиться всего несколько дней а продлилось оно месяц и говорили что оно будет несущественным а оно было довольно серьезным то есть веры в принципе испанским ученым особой нет поэтому вот это вот живем мы как на вулкане в прямом смысле и непонятно да когда все это проснется сколько это продлится где это жахнет опять же не обещают что это будет как раз вот ну у нас обещают что будет это в другом месте совсем где тоньше там и порвется но опять же веры в это немного поэтому когда начинает трясти я беспокоюсь за две вещи что это землетрясение сейчас будет тут развертится под нами земля да и что это создание может сложиться просто потому что ну от эрозии или неправильного строительства строить здесь опять же из таких материалов которые потом идут трещины вот у нас например декор в виде трещин по всей квартире причем это не только у нас у свекрови тоже такая же ерунда такой же дизайн да у тех людей которые купили квартиры в новых домах тоже такая же ерунда в общем как строились какие-то такие материалы которые услаживаются довольно сильно да и многие годы так и строят ну вот понятно что новые дома они усаживаются да вот но ну как бы не 15 же лет извините вот забыла закрыть окно все ребятки на этом всем пока пока давайте я вас оттуда оторву я не знаю видите вы меня в темноте или нет ой как вас сложно оторвать то вы меня видите я вас вижу все мой распан рассказ про мои испанские страхи закончен не очень меня все это беспокоит честно говоря немножечко да вот когда нарушает мой покой когда действительно начинает трясти вот всем всем пока 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 большое спасибо за просмотр за то что выдержали такое количество моей болтовни и до скорой встречи до встречи